Всем салютик, с вами Павел Князич и настал час вернуться к нашей Гача Лайф. А почему бы нет? Классная игра. Хотя там особо не поиграешь. Шавуха дело тонкое, поэтому потестить её необходимо. Ну ладно, хрен с этой шавухой, как насчёт регулярных стримов. На данном канале всё это тебе обеспечено. Ссылка в описании. Безусловно, Гача Лайф не создана для каких-то активных действий. Но давайте будем честны, симулятор жизни там серьёзно похерили. Ну в принципе она была создана не для симулятора жизни. Он нафиг тут не нужен. Гача Лайф создана прежде всего для создания персов. И играя с персами, можно создавать целые сериалы или мини-фильмы. Персов ты можешь создавать любых, придавать им какие-нибудь действия. Ну и в общем снимаешь сериал и всё классно. Но постойте, где-то я это уже видел. В Аве. Да, это не креатор персонажа, как Гача Лайф. И здесь совершать движение намного легче. В принципе так и делаются сериалы и фильмы в аватарии. Тыкаешь в любое место и твой персонаж ходит. Да что тут говорить, тут можно хотя бы передвигаться. У аватарии и Гача Лайф конечно много различий. Но в чём они точно похожи, так это в создании сериалов и мини-фильмов. А главное, у персонажей Гачи. И аватарии большие бошки. В этом и правда они очень похожи. Ну и давайте же сравним эти творения. Ведь именно в этом и Гача Лайф, и аватария хорошо отличились. Начнём, пожалуй, с сюжета. Здесь всё вполне одинаково. В Гача Лайф весьма популярны слезливые мелодрамы. Где главной героине всего 16 лет, она уже страдает от неразделённой любви к мальчику-призраку. Который при жизни любил так же неразделённо, как и эта девочка. В связи с гормональными сфлесками, пацан решает забабахать себе гейм-овер. Ну, в общем, сдох он. И после того, как он перестал страдать хренью, он начал страдать от переполненных гормонами девочки. Она вызывает его каждую ночь. Но, естественно, призрака это достало, и он убивает девку. И именно в этот момент он понимает, что любит её. Но не тут-то было, вылезает сатана и обоих забирает в ад. Конец. Вах, что-то меня понесло. Ну, в принципе, такие тренды у Гача Лайф. Что я могу поделать? И всё-таки в аватарии не лучше. Я бы сказал, что в некоторых сериалах или же фильмах соплей даже побольше. Мужик хотел признаться девке в чём-то. Но в чём же интрига? И вот настал момент, когда он ей сейчас всё скажет. И он признается. Да ёкарный бабай! И так, следующая серия. Мужик признаётся Белоснежке, что он... Восьмой гном! Ха-ха-ха-ха! Она думала, что он её любит! Ядрит! Ну как так можно? Ядрит, то и шайтанова монат! А продолжение будет? Да, помимо подобных мелодрам, существуют ужастики, пугающие Дуусёру. Причём как в Гача, так и в аватарии. Есть даже фантастика! Вот это да! Есть много интересных сюжетов, но это уже по вкусу. Так что тут обои можно засчитать по балу. Аватария, один балл. Гача Лайф, один балл. А сейчас работа. Что насчёт работы над сериалами? Ну а как же, это ведь является неотъемлемой частью самих сериалов и фильмов. Да спросите у любого, кто хоть раз делал сериал или фильм. Это же божественное чувство. В этот момент ты творишь. Что касается Гачи, то там легче всего это даётся. Зашёл в редактор, добавил персов. Делаешь им движения, мимику. И жизнь хороша. Ты сидишь и работаешь над сериалом. Ты буквально создаёшь актёров на площадке. Всё хорошо, всё спокойно. Озвучку можно потом сделать, в монтаже. И не в киномастер, который постоянно кидается в глаза. Что не фильм-то киномастер. В чём прикол, объясните мне. За эту рекламу платят вообще? Сам делал сериалы, пусть и в Ави, но всё же лучше, конечно, всё делать с озвучкой. Потому что смотрибельнее и интереснее. Ну да-да-да, я делал откровенную фигню. И всё же я понимаю, как она делается. Но всё же, киномастер. Зачем? Почему он в углу? Почему он вообще есть? Зачем? Ну нафиг. Объясните мне кто-нибудь, в чём заключается мода? Вот этого киномастера. В углу. А вот насчёт аватарии можно сказать одно. Там сложнее. В первую очередь, это, конечно, поиск актёров. Нужно искать других игроков. Или просить друзей. На это ты убьёшь очень много времени. Потому что некоторых актёров просто невозможно найти. Многие не могут тебе подойти. Может они во время съёмок будут дурачиться постоянно. Писать с ошибками. Причём с лютыми ошибками. А не то, что там где-то не в том месте запятую поставил. Если, конечно, у тебя в сериале не один персонаж, то можешь не искать игроков. Но дабы в твоих сюжетах участвовали и другие лица, тебе придётся задействовать знакомых. Да и прогу с анимацией нужно искать. Скачивать её. Потеть там. В общем, здесь ты много затратишь сил и времени. А в гачи можно сделать и это. Ничего скачивать не надо. Ну, конечно же, кроме программы для монтажа. И всё же, искать актёров там не надо. Как я уже говорил ранее, просто добавляешь персонажа, задаёшь ему какие-либо действия и всё. Можешь так несколько персонажей на локацию добавить. И именно в этом заключается преимущество. Ты можешь работать один. Ну, или на худой конец поискать людей для озвучки, если самому лень делать. А ещё, важен тот факт, что можно анимировать. Да, над этим тоже нужно попотеть. Но в случае с аватарией потеть придётся долго. Не сказать, что в гачи-лайф делается всё легко и просто, но тем не менее, там делается всё намного легче, чем в Ави. И поэтому гачи плюс ещё один балл. Возможно, меня погонят с санными тряпками, но давайте будем честны. Гача-сериалы и гача-фильмы в большинстве случаев делается на отвали. Ау! А что не так? Грёбанный торчащий киномастер в углу. Бесячий текст во весь экран. Иногда даже отсутствие движений. И таких, мягко говоря, творений многовато. Такие проблемы есть чуть ли не в каждом мини-фильме. Если это ещё можно так назвать. Возможно, данная проблема связана с популярностью игры. В частности, среди юных режиссёров. Я не критикую, я не обсираю. Просто, если этот видос смотрят те самые юные режиссёры, то просто знайте. Пытайтесь делать лучше. Анимационные шедевры вас никто делать не просит. Ну, хотя бы уберите этот долбанный киномастер. А лучше вообще в нём ничего не делать. Киномастер убьёт ваше творение. А что в Ави? В Ави те же проблемы. Только вместо киномастера вас будет раздражать бандикам. Но, к счастью, эпоха таких творений прошла. И такие сериалы не становятся популярными. В основном сейчас склепают фильмы и сериалы с фотошопом, анимацией, хорошим монтажом, озвучкой. И данной сферой занимается не только официальный канал Аватарии, но и независимые деятели. В Ави эпоха анимации, озвучки и фотошопа пришла уже давно. В данный момент эти аспекты доминируют в сериалах и фильмах. Уже заметно, что происходит развитие, и надеюсь, оно не остановится. Ну а пока в данном пункте побеждает Ава. Итак, 2 балла гача, 2 балла Ава. Получается вот такая вот мечья. Еще раз так сделаешь, я тебе ухо в нос засуну. Пишите свое мнение, что я упустил, где я прав, где я не прав. Ну и самое главное, подпишись на мой канал, нажми на раздолбанный колокольчик, чтобы не врустить новых видосов. На мою группу ВКонтакте тоже подпишись, ссылка в описании. Поставь лайк этому видео, поделись им себя на странице. И не забудь оставить свой комментарий под этим видео. Ну и ладно, так и быть. Всем пока и до свидос.